Дорогие друзья, партнеры, коллеги-инвесторы и просто энтузиасты Skyway. Я очень волнуюсь, когда выступаю перед вами, и не потому, что мне страшно выступать, нет, потому что я понимаю глубину ответственности за то доверие, которое оказали мне сотни тысяч человек со всего мира, вложив свои инвестиции в технологию Skyway. Вот поэтому я всегда волнуюсь. Рад приветствовать вас на четвертом экофесте, здесь, в Мариной горке, в Экотехнопарке Skyway. Этот небольшой белорусский городок благодаря нам и вам всем стал известен во всем мире, по меньшей мере в двух десятках стран, где проживают наши инвесторы. А ведь во многих из этих стран даже не знали, что есть такое государство, Беларусь, так как она воспринимается многими за рубежом, как часть России и не в центре Европы, а где-то там, в Сибири, за Уралом. Бывший танковый полигон, где совсем недавно во время земных работ нашли очередной неразорвавшийся снаряд, стал еще краше. Посмотрите вокруг себя, и вы убедитесь в этом сами. Заложенные в основу Skyway решения, которые мы демонстрируем здесь, в Белорусском инновационном центре струнных технологий, в центре Европы, имеют глобальный преобразовательный потенциал. Мы переезжаем весь мир минимум на 10 лет, и к нам уже приезжают из многих стран учиться, а из Японии недавно приезжали к нам за вдохновением. Хотя, по большому счету, мы еще стартап, так как пока не вышли на мировой рынок с коммерческими проектами. Мы создали серьезную материальную базу и нематериальные активы, без чего невозможно проактировать и строить инновационные комплексы Skyway. Любой заказчик, и неважно с какой он страны, хочет увидеть три составляющие. Первое – реально работающую и сертифицированную технологию. Второе – рыночную привлекательность предлагаемых решений. И третье – команду и активы, материальные и нематериальные, необходимы для реализации адресных проектов. Все перечислено у нас уже есть, и мы решительно движемся вперед к достижению самых амбициозных целей. У инжинированной компании за основной технологии, то есть у всех наших инвесторов, сегодня имеется основные средства на сумму более 16,6 миллионов долларов, 36 зданий и сооружений, более 3000 единиц машин и оборудования, в том числе компьютеров, ноутбуков, мониторов, 32 автомобилей, десятки тысяч единиц инструмента, инвентаря, другого имущества. Нематериальные активы на 2 миллиона 700 тысяч долларов – это профессиональный софт, в том числе права на программное обеспечение 3D Experience и права на пользу землей. И вот что самое важное, я считаю, сформированный деньгами и зарегистрированный в уставленный фонд размером 56 миллионов долларов США. Это примерно столько же, сколько у такого белорусского гиганта, как Минский завод колесных тягачей. Ну, который делает ракетовозы. Это известный завод. А в Витоков Минске есть еще ряд компаний, кроме зоостровной технологии, которыми владеет GTI, Global Transport Investment, то есть все инвесторы в технологию Skyway. Они являются собственниками недвижимости, офисной и производственной суммарной площадью более чем 10 тысяч квадратных метров. Менее чем за 4 года с начала проектирования первого вбитого колышка на бывшем танковом полигоне площадью около 36 гектаров, это вот здесь, впервые в мире с нуля построено 5 демонстрационно-сертификационных тестовых комплексов Skyway разных типов общей протяженностью более 4 километров. Мы постоянно совершенствуем технологию, для чего, собственно, и создан экотехнопарк в логике на 100 лет. Уже проведена модернизация полужесткой путевой структуры, она вот здесь вот, с целью увеличения грузоподъемности в 3 раза. Раньше Юнибак ездил, а сейчас уже мод Юнибус, который весит около 4 тонн. На ферме на стульной эстакаде произведена модернизация дорожки качения под головку рельса ленточного типа, что на порядок повысило ровность пути. Именно неустранимые микронеровности проката стандартных стальных профилей создают сегодня основные проблемы с плавностью хода и шумом при движении наших транспортных средств. Здесь уже испытываются разные типы инновационных бестыковых головок рельсов, не будет даже сварных швов, которые также создают небольшой дополнительный стук при качении колеса из-за локального изменения твердости в сварном шве. Постойно вся необходимая инфраструктура второго уровня, станции, стрелочные переводы, многокилометровые инженерные сети водопровода канализации, системы энергопереспечения с сетями общей мощностью около 1000 кВт, системы связи и интеллектуального управления, оснащенные системой датчиков и техническим зрением. Заканчивается строительство 6-го тестового комплекса почти километровой длины, но он справа от вас, там видны эти опоры арочные, с целью отработки стандартов для природно-климатических условий Объединенных Арабских Эмиратов, в том числе для обкатки подвижного состава в тропическом исполнении, изготовленного в Минске, перед его поставками Дубай, Абу-Даби, Шаржу и другие города и регионы стран Ближнего Востока и Азии. Нами уже разработано 11 принципиально разных моделей инновационных рельсовых электромобилей, которые были изготовлены на собственном производстве, созданном с нуля и оснащенном самым современным станочным оборудованием. На базе одной из пассажирских моделей, а именно Юникара, изготовлены две модификации, одиночная машина и сочиненные из трех секций. Мы сделали три трех секционных Юникар, а потом разделили их, и вот бегают два Юникара, это то, что мы сделали из поезда, из Юникаров. А также выполнена еще одна совершенно новая тропическая модификация с четырехместным салоном вип-исполнении. Это для поставки Шаржу на тестовый участок. А ведь каждая из этих машин сложнейшее транспортное средство, не вступающее по своей сложности самолету и значительно превосходящее по своей инновационности тот же электромобиль Тесла. Я поставил специально, электромобиль Тесла это мой электромобиль, рядом с Юнивусом высокоскоростным, что вы посмотрели, инновационность там и там. Мы спрактировали. А высокоскоростной Юнивус это что же электромобиль? Юнивус тоже электромобиль, но для асфальта, но есть и для рельсового электромобиль. Потому что мы сделали в логике автомобиля, а не поезда, паровоза. Потому что наше транспортное средство, это разновидность автомобиля только на остальных колесах. Мы спроектировали, изготовили еще одну эффективную машину, Юнилайт. Там он стоит, я не знаю, вы видели или нет, за Юникаром. На этот наш продукт уже есть заказ. И в следующем году первая коммерческая трасса будет введена в строй в тестовом режиме. Есть поговорка, сапожник без сапог, портной без порток. Но это не относится ко мне, автору генерального конструктора Skyway. Поэтому первый заказ на коммерческую трассу поступил за островные технологии от фермерского хозяйства Юницкого, что находится по соседству с эко-технопарком. Справа от вас, вот там, за стройным ограждением. То есть я как фермер плачу за проектирование трассы, плачу за изготовление, то есть это коммерческий заказ, а не просто там по блату мне сделаете бесплатно. Нет, за это надо платить. По суперлегкой трассе с шестиместными Юнилайтами после их сертификации планируется доставлять все хозпродукции, а затем после опытной промышленной отработки рыбаков, отдыхающих к озеру Надежда, вон там озеро находится, что в километре от хода фермерское хозяйство трасса пройдет над прудом и лесом. Пять моделей транспортных средств, названия которых начинаются на Юни, уже сертифицированы. В настоящее время в активной стадии разработки находятся еще четыре новые модели наших рельсовых электромобилей. Их новизна принципиально и заключается не столько в конструктиве, сколько в идеологии, методологиях и глубине внедряемых комплексных подходов. Индустрия 4.0 и цифровизация производства для SkyWay это то настоящее, которое позволяет получать результат уже на ранних этапах разработки и обеспечивать техническое сопровождение модернизации продукции на протяжении всего жизненного цикла. Мы создали грузовой дрон грузоподобностью полторы тонны на базе серийного российского вертолета Ка-26. Он уже летает самостоятельно. Ведь дрон, я многих разочарую, что такое дрон, это тот вертолет, который летает самостоятельно по маршрутному заданию без пилота и диспетчера. Вот это и есть настоящий дрон. Это то, что является роботом. Потому дронов как таковых на самом деле нет в мире. Хотя я много считаю, что дрон это радиоуправляемая игрушка из детского мира с множеством винтов, которые тоже летают. Это не дрон, но самостоятельно. А вот тот, кто понимает, в том числе военные, просто в шоке. Как мы умудрились это сделать в такие сжатые сроки, за такие малые деньги? Мы не смогли это сделать даже за 10 лет. Чтобы мы и дальше могли совершенствовать, затем продавать эти уникальные летательные аппараты, недавно приобретен в собственность даже небольшой аэродром. Без аэродрома слетной лицензии нам негде было испытывать их и сертифицировать. А без испытаний сертификации и налета часов, как мы можем продавать? А рынок для них очень большой. Нам удалось сделать невероятно, создать не только мост дрона, обучить его, создать органы чувств, в том числе техническое зрение он видит, но и оснастить большой и мощный вертолет, где сидел пилот, 12 разработанных нами исполнительными механизмами, которые в управлении вертолетом заменили руки и ноги пилота. Они просто взяли вертолет и он там сам стал летать. Не полетит сам по себе. Мы спрактировали и наладили производство целой линейкой электрических мотор-колес собственной разработки от несколько киловатт до 100 киловатт. Мы создали уникальный социальный электромобиль, юнимобиль, он там стоит в начале площадки, для инвалидов-колясочников, в который водитель может заехать на разработанном нами же электрическом инвалидном кресле и сидя в нем осуществлять управление автомобилем. Но поскольку электромобили для асфальта не наш профиль, станет скоро самостоятельным бизнесом, мы намерены продать разработку с прибылью для нас. То есть деньги, что мы вложили в него, с процентами нам вернутся. Это тоже бизнес. Для инжинированных компаний мирового уровня ключевым конкурентным фактором является наличие подготовленных и обученных специфик из КВ инжинированных рабочих кадров. А это сегодня интересная цифра более тысячи. Мы преодолели как-то незаметно тысячу, перевалили через него. У нас уже больше тысячи сотрудников. А3 с небольшим года назад я один здесь после скандала в Литве спровоцированных там желтой прессой я стоял здесь в поле один взрывал к небесам. Господи, что делать? Это было всем недавно. И среди этой тысячи это инженеры, конструкторы, проектировщики, дизайнеры, технологи, логисты, строители, экономисты и еще десятки специальностей. для проектирования, строительства, эксплуатации новых транспортно-инфраструктурных комплексов грузовых и пассажирских, городских и высокоскоростных международных, включая принципиально новые транспортные эстакады, подвижной состав и инфраструктуру второго уровня. В аргитационную структуру заострованные технологии уже входит более 80 отделов и конструкторских бюро. Иногда нам говорят, у вас конструкторское бюро? Да, у нас их 80 штук, конструкторское бюро, а не одно. В том числе специальное конструкторское технологическое бюро с опытным производством, где мы все это изготавливаем. Для сравнения, у мировых отраслевых лидеров на формирование таких команд профессионалов уходит десятилетия. Если взять глобус и, вращая его наугад, пнуть пальцем в любое место, а затем оценить степень развитости здесь транспортной коммуникации, то мы в 99% случаев увидим, здесь нужен Skyway. Поэтому для защиты нашего бизнеса, в том числе от мировых конкурентов, мы активно защищаем нашу индивидуальную собственность и патентуем свои научно-технические разработки в десятках стран. уже получено более 60 патентов, более 60 на промышленные образцы, товарные знаки, изобретения в Беларуси, России, Австралии, Китае, Японии, США, Канаде, Индии, объединенных Арабских Эмиратах, 23 странах европейского сообщества и ряде других государств, я уже не буду их перечислять, их много. Регистрация объектов индивидуальной собственности в разных государствах позволяет не только юридически корректно войти в соответствующие рынки со своей продукцией, но и обеспечить ее защиту от несанкционированного использования и недобросовестной конкуренции. А у нас хватает недобросовестных конкурентов. Ну и радоваться этому не надо, что их много, ну и пугаться не надо, они нас стимили, особенно меня, они меня стимулируют, чтобы еще быстрее, еще больше сделать. Так что спасибо им. Таков вкратце перечень имеющихся в распоряжении инвесторов и групп компаний Skyway материальных и нематериальных активов, составляющих самую важную часть того арсенала, с которым мы ведем борьбу за мировой рынок в самой коррумпированной отрасли транспортной. Это борьба. Чем дальше, чем жестче будет вестись против нас, здесь никогда ни при каких обстоятельствах не будет баблажек и у нас на этот счет не должно быть никаких иллюзий. Иногда я слышу предложение, почему вы не продаете унибусы, ведь уже пять типов из них сертифицированы. На самом деле мы не можем продавать унибусы, они сами по себе никому не нужны. Генри Форду было проще, он делал только автомобили, не занимался асфальтом, мостами, развязками, заправочными станциями, инженерной системой управления и так далее. И кто у него был конкурент? Телега, дирижант, карета, которых тянуло по грунтовой дороге лошадь, такого конкурента легко можно было обогнать в прямом и переносном смысле. Мы же создаем, думайте, новую отрасль и не как науку, а как рыночный продукт. Науку легко делать. Статью написал, стал кандидатом, доктор наук, академиком, а надо это или кому-то, не надо, а мы должны продать то, что мы создаем. Очень сложный, даже сверхсложный продукт, превосходящий мировые аналоги в разы, а не на проценты, который включает в себя принципиально новые рельсовые электромобили, предварительно напряженную рельсо-струнную стакаду и инфраструктуру второго уровня, станции, вокзалы, грузовые терминалы, стрелочные переводы, ремонтные мастерские, энергописпечения, связь, и там система управления, еще много чего другого мне уже язык устал перечислять, а мы это должны все спроектировать и сделать. Если что-либо перечисленного мы не создадим, или сделаем и покажем частично, или оно не дотянет до высоких требований мирового уровня и более того не произойдет его, то нашу продукцию никто не купит. То есть вдумайтесь в сложность того, что мы делаем. И конкретно у нас не просто какая-либо модель автомобиля, тоже электромобиль Тесла, я не считаю его конкурентом, а мировая автомобильная отрасль в целом, отрасль, со всей транспортной инфраструктурой, имеющей столетнюю историю. И не просто какой-то там трамвай, а вся мировая же дорожная отрасль, опять же, со всей своей транспортной и сопутствующей инфраструктурой, которая создавалась сто лет, а то и больше. Важно помнить, что в современной транспортной отрасли за сто с лишним лет усилиями не тысячи, а миллионов инженеров сформировали современные и очень высокие требования по комфортности, надежности, безопасности, эффективности транспорта и транспортной услуги. И они очень сильно отличаются от аналогичных требований во времена Генри Форда и братья Врайт. Поэтому им было значительно проще и легче создавать автобиостроительную и авиационную отрасль мировой рынок только с небольшой маленькой частью этих отраслей, а именно с достаточно примитивными на сегодняшний взгляд транспортными средствами. А еще наши юнибусы сравнивают с айфонами, которые разлетаются как горячие пирожки, а юнибусы почему-то нет. Но ведь айфон легко продать не только потому, что он хорош сам по себе, но и потому, что цена в пределах тысячи долларов. Его могут купить любой сделающий без всяких тендеров и международных экспертиз. Ну вот там посоветуются с мужем, с женой, с родителями и купят. Не нужно забывать и то, что айфон, как рыночный продукт, появился через 31 год после создания компании ЭП, в то время как компания структурно-технологии была создана всего 4 года назад. Кроме того, нам необходимо продавать не изделия весом 100 грамм, а адресные проекты, рельефные стоимость которых даже самых скромных начинаются от 100 миллионов долларов, с изготовлением, поставкой и монтажом сложнейших инновационных металлоконструкций в общей массе в тысячи, а то и десятки и сотни тысяч тонн. Причем, чтобы реализовать любой такой проект, являющий не столько транспортным, сколько транспортным инфраструктурным объектом, необходимо выполнить комплекс работ, который может растянуться на годы. Первое. Необходима адресная сертификация комплекса СКВ, например, городского, а не только его не самой главной части, юнибуса, или в лучшем случае адресная адаптация технологии к природно-климатическим и иным требованиям страны строительства. Второе. Необходимо пройти адресный тендер, чтобы продать это не нужно, где должны быть представлены другие конкурентные предложения других компаний. Третье. Должны быть пройдены многочисленные согласования с органами власти, а также получены адресные экспертные заключения, как правило, со стороны конкурентов транспорта. Кроме того, что особенно важно у большинства потенциальных покупателей, ну, как и в Екатеринбурге, то есть у заказчиков, на такую дорогую покупку просто-напросто нет денег. Они предлагают нам построить для них объект за наш же счет. Ну, как-то не хочется за наш счет строить. При этом никто в процессе получения заказа не отменял недобросовестную конкуренцию. Интересно, много автомобилей продал бы Генри Форд и вообще смог бы он создать новую адрес, если бы самые читаемые газеты США, Нью-Йорк Таймс и Вашингтон-Пост годами писали бы о том, что он мошенник и жулик, что он создатель финансовой пирамиды, которая вот-вот рухнет, что он русский шпион и внук польских шпионов, что у него в автомобиле нет никаких инноваций, а каждый покупатель автомобиля Форд получал бы сотни угрожающих и оскорбительных писем с требованиями отказаться от покупки. При этом, чтобы в компании Форд не шли работать хорошие специалисты под навязанным недобросовестной прессой предлогом вашу компанию все равно скоро закроют, а вас посадят в тюрьму. Для чего это говорю? Ни в коем случае не для того, чтобы пожаловаться, как нам тяжко и сложно работать. Нет. Я это говорю для того, чтобы и наши инвесторы понимали реалии, в которых мы работаем, а не виталии в облаках, нарисованных инвестиционными фондами, привлекающими инвестиции с КВЭй по системе краудинвестинга. Здесь стоит отметить, хотя в названиях этих инвестиционных фондов и присутствует слово SkyWay, вы внимательно сейчас меня послушайте, они не входят в группу компаний SkyWay и я и наши сотрудники не имеют к их созданию и к детоси никакого отношения. Эти фонды не аффилированы со мной и созданы как отдельный бизнес с одной единственной целью продажа нашего специфического товара. Далее в холдингах входящую группу компании SkyWay это чисто продавцы и среди них нет специалистов профессионала по нашей инновационной струнной технологии. Естественно, любой продавец на любом рынке хочет зарабатывать деньги и проводит, зазывая покупателей собственную маркетингу политику, которая полностью лежит на его совести, а не на моей или нашей компании за струнные технологии. Единственная возможность нам влиять на эту работу этих фондов давать, либо не давать им наши доли в продажу. Можно, конечно же, и не давать, но тогда инвестиции на развитие технологий не будут вообще. Правда, о нас перестанут плохо говорить и писать, и о нас скоро забудут, так как мы исчезнем с рынка. Наше место займут те же китайцы, так как их мудро правительство щедро финансирует инновации и правные технологии. Мне также задают много вопросов по поводу реферальных выплат в инвестиционных фондах. Как уже сказал, к этим выплатам я не имею никакого отношения, но я могу ответить на этот вопрос другим вопросом. Сколько средств мировые лидеры тратят на рекламу? Уверен, еще больше, чем инвестиционные фонды тратят на реферальные выплаты для этих же целей. Десятки тысяч наших инвесторов, как говорится, работают в поле и тратят на рекламу SkyWay свое время, свои силы и свои деньги. Я не вижу ничего плохого в том, что их труд получает достойное вознаграждение. Я не вмешиваюсь в это, я не делаю это, но я не вижу в этом что-то плохое, что они получают реферальное вознаграждение. Это нормально. Они работают. Но остальная часть инвестиций, которая приходит к нам, мы тратим на реальную работу, но это видно же. Собственно, как все другие мировые лидеры. И эти инвестиции к нам честно доходят. Хотя здесь ставится немало препон, в том числе существующей банковской системой, отживающей свой век. Эта система скоро закончится. Огнитесь вокруг, и вы сами сможете убедиться в этом. Инвестиции предназначены для создания развития технологии Skyway, реально вложены в технологии Skyway не только в Белоруссии, но и в других странах, в первую очередь в объемных Арабских Эмиратах. Поэтому именно с этих позиций нам не следует жаловаться на работу инвестиционных фондов Skyway. Не надо. Я не жалуюсь на их работу. Я просто констатирую, чтобы правильно понимали реалии. Еще даже можно отметить, что в разных странах слово Skyway входит в название отелей, магазинов, даже авиакомпаний. И мы также несем никакую ответственность за их работу. нам понадобилось три года, чтобы сформировать научный и проектно-конструкторский коллектив, способный создавать конкретно способный транспортно-инфраструктурный продукт. На первый взгляд тысячи сотрудников это много. На самом деле это очень мало для решения стоящих перед нами масштабных задач, как кактосрочных, так и долгосрочных, по созданию самого крупного бизнеса за всю историю цивилизации. И мы испытываем серьезный кадровый голод. К примеру, у наших ближайших конкурентов созданы, причем для решения более узких задач, инженерные коллективы в десятки тысяч высококвартизационных сотрудников. Правда, у них на это было не одно десятилетие и соответствующие бюджеты, а у нас на это ни времени, ни денег нет. Мы должны конкурировать здесь и сейчас. То, что многие из наших инвесторов считают лишней тратой времени денег, большое количество тестовых участков в разных странах, большая линейка вновь создаваемого подвижного состава, интенсивное расширение производства на самом деле является нашим главным, основным конкурентным преимуществом. Нам все потенциальные заказчики говорят, у вас гибкая технология. Подвижный состав имеет вместимость от двух до трехсот пассажиров. Мы можем пройти любым пролетом на любой высоте разными вариантами путевой структуры, от легкой до тяжелой, чтобы обеспечить пассажиропотоки от тысячи до 50 тысяч пассажиров в час пик. Мы готовы удовлетворить любое наше требование и вы реально можете все это нам продемонстрировать, в том числе в нашей стране. Поэтому мы выбираем вас, а не тех, кто на рынке сто лет и предлагает неэффективные дорогие транспортные технологии, пусть и давным-давно сертифицированы. И вы это сделали в кратчайшие сроки, с нуля, за небольшие деньги при постоянном сопротивлении и травле. Потому мы вам верим. Когда мы начинали, разве было известно, что из-за ложных обвинений, спровоцированных желтой прессой, в Литве у нас все отнимут, попытаются посадить меня в тюрьму. А в Беларуси уже белорусская желтая пресса будет годами клеветать и распространять ложь о Скаве и его создателе, что сформирует у большинства местных чиновников стойкое мнение о несбросовственном Беларуси, строителе финансовых пирамид и потемкинских деревень. Вот это пресса желтая считают потемкинской деревней. Вот это все. А было ли известно заранее, что нам не продлят участок земли до длины 20 километров? Хотя мы потратили на этот землетвод более двух лет и собрали 16 согласований с печатями. начиная от газовиков, связистов, энергетиков и заканчивая лесничеством, пожарниками МЧС. Но нам отказали на уровне администрации президента и облсполкома Минской области. Да, я обещал скорость 500 км в час, но это не для городского транспорта, всего расстояния между станцией менее 1 километра, а для высокооскоростного международного юнибуса, которому необходим при комфортном ускорении 1 мс в квадрате путь разгона порядка 10 километров, это только путь разгона и столько же километров для торможения. Вот там мы можем получить 500 км в час. Поэтому, к моему большому сожалению, никто не сможет увидеть скорость 500 км в час здесь, в Экотехнопарке на участке длиной ну целых 9 десятых километров. И он эту скорость 500 км в час увидит, правда, года через 2-2,5. Быстрее такие масштабные тестовые трассы не строятся. Наши арабские друзья и партнеры, которые выделили нам участок земли длиной 25 км именно для этой цели. А примерно еще через 1,5-2 года наши партнеры увидят и скорость превышающую 1000 км в час, на что также выделен участок земли длиной еще больше 60 км. На такой гиперскоростной фуровакуумной технологии я начал работать более 40 лет назад и в научной монографии «Струнная транспортная система на Земле и в космосе», переизданной в этом году в третий раз, вы можете ее приобрести, эту монографию. Приведена даже иллюстрация, нарисованная акварелью. В те времена еще не было компьютерной графики. Подводный выформакованный тоннель через океан из Лондона в Нью-Йорк. Шесть часов пути и пассажир окажется на другом континенте, причем быстрее, безопаснее, чем на самолете. И такие масштабные проекты не пугают наших арабских партнеров, они наоборот вдохновляют их, как и программа Spaceway вынесения земной индустрии в космическое пространство. Я услышал недавно от высокопоставных чиновников Эмиратов такие слова, сказанный в мой адрес. При этом он держал мою руку двумя руками и смотрел мне в глаза. Мы счастливы, что вы пришли в нашу страну с прорывными технологиями. Наш дом это ваш дом. Кстати, пару лет назад я услышал белорусского чиновника такого же уровня, министра транспорта, правда, уже бывшего. Совсем другие слова, которые бы сказаны здесь, в нашем доме, вот в гостевом доме, в Экотехнопарке, в присутствии вице-премьера правительства Белоруссии. Этот Skyway с их юнибусами никому не нужны, здесь нет никаких инноваций, а юницкий преступник. Это он так сказал. Наше научное исследование и наша инженерная школа, созданная мною, как бы к нам ни относились на моей родине, и впредь останутся в Белоруссии. Никуда мы не собираемся отсюда уходить. Например, для тестирования отдельных узлов, агрегатов мы даже построили лабораторный комплекс. Он там, он находится, вот тут здание. за строящей шестой линией. Скоро там полным ходом пойдут испытания различных конструкций наших рельсов, колес, токосъема, наизнос, шум, долговечность, только эксперимент даст результат. Причем это надо проехать миллионы километров, мы на трассах не можем, это только на стендах. Некоторые помещения там усилены бронезащитой, так как, например, при скорости свыше 500 км в час при разрушении тестового колеса осколки могут развететься на несколько сот метров. Подобные случаи бывали и автомобилисты, и дорожников, и мы хотим избежать этого еще на стадии проектирования. Эти исследования нам жизненно необходимы, чтобы обогнать всех и навсегда. Например, жидорожники вот уже почти 200 лет совершенствуют колесо и его гребень, у которого десятки разновидностей. Казалось бы, что в этой железяке еще можно совершенствовать, но это не так. Совершенствование любого технологического продукта должно продолжаться весь жизненный цикл технологий, а в транспорте это сотни лет, а не так, сделать что-то получилось и забыл. Нет. Иначе конкуренты очень быстро догонят и перегонят нас, и разработчик со всеми собранными инвестициями канет в небытие. Кроме Беларуси, являющейся северной страной, мы стоим инновационные центры технологии Skyway уже в тропийском исполнении в объемных Арабских Эмиратах. В Шарже на территории технопарка американского университета, где мы получили 28 гектаров земли, создается инновационный транспортный инфраструктурный кластер Skyway. Здесь планируется построить городскую пассажирскую грузовую тестовую демонстрационную комплексы с трассами длиной по 2,5 км, что позволит точить скоростей 150 км в час. В Беларуси с тестовыми трассами длиной 900 метров мы такие скорости получить не можем. Эти тестовые дороги нам необходимы не только для получения высокой скорости для сертификации Skyway тропических условиях, но и для демонстрации высокой производительности струнных дорог. Грузовые иниконды, юнитраки смогут перевозить здесь морские 40-футовые контейнеры и грузы массой до 35 тонн, а городские грузовые и пригородные сочлененные юнибусы смогут вместить с комфортом до 300 пассажиров. Такой большой и тяжелый транспорт мы также не смогли бы продемонстрировать в Белоруссии, так как эстакады в экотехнопарке не рассчитаны на такую большую нагрузку. Первая фаза проектов Шаржи с гибкой путевой структурой протяженностью 400 метров со всей инфраструктурой, инженерными сетями, автомобильными дорогами, станциями вип-исполнении и первым эмиратом деревянным домом мы получили даже специальное разрешение короля шейха Шаржи на столице дома, потому что законы в Эмиратах запрещают строить деревянные дома. А там разместится наша штаб-квартира в Skyway, достраивается и начнет тестироваться вместе с тропическим муникаром примерно через два месяца. В Абудаве мы там не просто трассу, мы всю же инфраструктуру. Даже для того, чтобы разровнять территорию, поднять до требуемой отметки, там несколько тысяч километров земли пришлось привезти, песка. То есть там не только опоры ставятся, много работ ведется. В Абудаве мы будем создавать мировой цент технологии Skyway для международных высокосудных перевозок со скоростью до 500 км в час и гиперскоростных перевозок в форвакуном тоннеле со скоростью более тысячи километров в час. К этим работам мы планируем приступить осенью этого года, так как процедура землетвода столь притяженного участка заняла более года. Инвестиции в этот проект составят около миллиарда долларов. Без тестирования и опыта промышленной отработки транспортно-инфраструктурных комплексов Skyway, городских, грузовых, высокоскоростных, международных, природноклиматических условиях, аналогичных адресному проекту, не будет ни одного заказа. Сейчас нам это стало абсолютно очевидным, хотя даже год назад мы не знали, что это является обязательным негласным условием для получения заказа на адресный проект. А поскольку реальные процессы сдвинулись, проекты сдвинулись на восток, в тропике, где руководство стран есть потребность в новом транспорте и на проекты даже масштабные есть деньги, то мы не продолжили биться головой в глухую стену в той же Беларуси и России, а пришли в эту удивительную арабскую страну через открывшуюся для нас инновационную дверь. Сейчас нам стало понятно, что никакие инициаторы и активисты сетевики из инвестиционных фондов не способны привести нас к адресным проектам. Они своим непрофессионализмом, кавалерийскими наскоками отталкивают, скорее даже отгоняют и отпугивают потенциальных заказчиков от технологий СКВ. Опыт Австралии, Индии, Индонезии, да и другие страны, того же Вьетнама это подтверждают. Хотелось бы также осветить еще один вопрос, которым интересуется часть наших инвесторов, а именно криптовалюта. На самом деле мы ею не занимаемся специально, ведь крипта это побочный продукт нашей более масштабной программы. Это супер варна для всех нас программа создания надежной системы безопасности и интеллектуального управления струнными технологиями и адресными проектами СКВ, которые со временем объединятся в единую мировую сеть Транснет с миллионами, а затем и миллиардами пользователей, по которым будут курсировать миллионы рельсовых автомобилей с названиями, начинающимися на юне, где ежесекундно на миллионах бортовых, линейных и диспетчерских компьютеров будут происходить миллиарды управляющих, контролирующих и расчетных транзакций, то есть серии операций по обмену информацией, в результате которых в системе будут носиться изменения. И вся эта работа будет происходить под защищенным технологиям блокчейна. Поэтому в Транснет должна быть своя расчетная единица, аналог криптовалюты, которую не надо манить специально. Обязательно говоря, каждая опора при проведении Ньюбоса будет манить токены, выплачивая дивиденды владельства этой опоры за ее использование. Вот для чего нам нужна крипта на самом деле. Такая система поможет избежать временных проволочек, ошибок и сведет к минимуму негативное влияние человеческого фактора. Кроме того, блокчейн способен обеспечить сохранность элементов и объектов с помощью криптографических методов. Например, благодаря этой системе струнные рельсы невозможно будет подделать или заменить на некачественный аналог. Добытый токен это единство учета, которое будет использовано для обеспечения цифрового баланса в активе любого адресного проекта. Таким образом, расчетная единица в системе Skyway станет обеспеченной реальной экономикой, чего нет ни в одной крипте, и будет тем крепче, чем больше будет адресных проектов, и тем больше будет перевозиться по ним пассажиров и грузов. Именно технология блокчейн позволит во всех проектах использующих струнные технологии объединить экономику управления, транспортной перевозке пассажиров грузов, энергетику, телекоммуникации и связь в единый коммуникационно-инфраструктурный комплекс, охватывающий планету и заходящие в ее самые глухие уголки. и вот здесь скроется разгадка, почему криптовалюта Skyway до сих пор не выпущена в свет. Многие же задают себе этот вопрос, а потому что она идет в связке с адресными проектами. И у нас есть план, это произойдет скоро, очень скоро, тогда, когда будут подписаны контракты в общей сложности на сумму порядка 10 миллиардов долларов. Еще раз подчеркиваю, это произойдет достаточно скоро. Силу ряда обстоятельств, перечисленных ранее, более подробную информацию о наших планах я раскрывать не могу и не буду. Народная мудрость гласит, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Если совсем коротко, не вдаваясь в подробности, то у нас есть еще одна цель, не план, а цель. На международной выставке Экспо-2020 в Дубае дисковые будут обширные экспозиции, мы будем иметь все возможности, чтобы подписать контракт еще примерно на 50 миллиардов долларов. И мы к тому времени будем полностью готовы. У нас будет создан производство для серийного изготовления подвижного состава, элементов рельсостронных эстакад и инфраструктуры не только в Белоруссии, но и в других странах, а также будет существована опытная промышленная отработка и сертификация транспортно-инфраструктурных комплексов SkyWay не только в северных, но и тропических условиях. И мы это сделаем. Вы видите, как мы быстро работаем. В этом году произошло еще очень знаковое событие для нас. SkyWay был определен в числе партнеров и экспертов по программе устойчивого развития организации объединенных наций в инфраструктурной технологии «Умные города». Это говорит о том, что в «Умных городах будущего» предпочтение будет отдано самому экологичному, самому эффективному и самому безопасному транспорту второго уровня SkyWay. Строй SkyWay! Спасай планету! Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok